Ас-саламу алейкум! Желаем здравия и благодействия нашим слушателям! Сегодня расскажем о последнем кран-принце династии Латхи Али Амин Латхи. Али Амин Латхи, 13-й потомок султана Ибрагим Хана Латхи, короля Индии, является хранителем славных и благородных традиций династии. Все потомки королевской семьи Индии считают его своим старшим, потому что он является потомком султана Бахлула Латхи, султана Сикандара Латхи и султана Ибрагима Латхи, которые были королями всей Индии. Прадед принца Али, принц Хазрад Махдум Сардар Мухаммад Хусайн Хан Сахиб Латхи был премьер-министром штата Бахвалпур. Его дед, принц Махдум Сардар Мухаммад Амин Хан Сахиб Латхи служил начальником полиции штата Бахвалпур. Его отец, принц Хазрад Махдум Сардар Мойнуддин Хан Латхи оставался главным офицером, председателем и администратором в округах Пинджаба, Пакистан. Принц Махдум Сардар Мойнуддин Хан Сахиб Латхи родился 23 июля 1974 года в Ахмедпур, Шаркия, где его отец, принц Махдум Сардар Мойнуддин Хан Сахиб Латхи был назначен администратором. Али родился в рубашке, как говорят в народе, когда младенец рождается вместе с материнским пузырем, то есть Перда. Перед его рождением его мать отправилась в Отшариф, где на камне есть след хазрата Али Карамулы и Ваджху. Его мать поклялась, что если у нее будет сын, она назовет его Али. Поэтому после его рождения принца назвали в честь его деда, принца Махдума Сардара Мухаммада Амина Хана Латхи Афгана, еще вторым именем. Его звать Али Амин. Сардар пишется с именами старших рода по семейной традиции, а сын султана Ибрагим Хана Латхи, короля Индии, и наследнего принца Хазрата Махдума Сардар Али Сарвар Хан Сахиб Латхи Афган Шахух Хел, будучи детьми, имели название Сардар. К старшим рода присваиваться звание Махдум и Перпатан. Во время его рождения противники прислали повивальных бабок и сказали, что если родится дочь, то отпустите, если родится сын, убейте. Но это их тайно вышло наружу, и их заговор провалился. Во время родов с роженицей оставалась одна повитуха. Но, по милости Аллаха, ребенок остался в живых, и замысел врагов не удался. После рождения принца какие-то женщины пришли снова и сказали, наш начальник родился, мы будем служить и заботиться о нем. Но этих женщин не пустили, не разрешили им войти в особняк, и они были отправлены обратно. Несмотря на их старания и всякие ужимки, они не получили доступа до ребенка. Таким образом, еще один заговор врага, по милости Аллаха, провалился. Когда Али Амин Лотхи было полтора года, принц Мумтас Аббаси, племянник короля штата Бахавалпур, был послан убить малыша. Он сам собственной персоной пришел убивать, потому что дочь короля Бахавалпура была мачехой мальчика. Поэтому принцесса послала своего кузена, чтобы убить своего пасынка. Но посланник, когда пристал перед младенцем и увидел его, он передумал, поцеловал малыша и ушел. Князь Мумтас Аббаси через много лет об этом сам признается и расскажет своим приближенным, что ему за это стыдно. Его слуга пересказал это другим своим знакомым. Так эта молва распространилась в народе. Тогда брат матери Али, мир Интиас Ханбат, был назначен телохранителем мальчика. Наряду с особняком Лотхи в Бахавалпуре был особняк мистера Саеда Гулама Мустафы Шахсахиба. Шахсахиб любил мальчика и заботился о нем. Али часто играл в особняке Гульама Мустафы Шаха Сааба. Бог защитил принца через потомков семьи пророка и брата матери. Принц Али начал свое раннее образование в доме Саеда Мустафы Шаха. На Али Аминь начались магические атаки. И на глазах у людей стало происходить много странных вещей. Так что все беспокоились о защите мальчика. Вместе с этим люди стали видеть, что странные вещи творятся с маленьким принцем. Они видели, что он с кем-то играет, с кем-то разговаривает, с кем-то идет об руку. Но не видно, это кто. Когда спрашивали его, почему он так поступает, Али всегда говорил, что это его друзья. Но никто не мог увидеть его друзей. Мать связалась с каким-то сантом. И они увидели его, наставили, что никто не должен беспокоить принца. К нему приходят хорошие люди. И они всегда будут приходить. Он столкнулся с трудностями. Но по милости Бога он найдет свой путь. Иногда люди слышали шум по ночам из его комнаты, где, как они знали, он был один. В 1979 году он начал изучать священный Коран. Его отец, принц Хазрад Махдум Сардар Мойнуддин Хан Сахиб Латхи Афган, назначил уважаемого Карину Руллаха Кафарука Сахиба учителем своего сына. Карий Сахиб был одним из великих ученых штатовых Авалпур и уважаемым членом Джамия Фарукия. Али Амин изучал священный Коран в течение 12 лет. Кроме этого, принцу тайно открывали оккультные знания. В течение 12 лет он много узнал о невидимых силах. Его отец дал широкие полномочия наставнику своего сына, чтобы воспитать мальчика, как принца, как принца Латхи. А его старшие братья такого образования не получали, так как для отца был ближе младший сын. Он привлек внимание своего отца своими рожденными качествами. А сводные братья не блистали ничем. Они были близки со своей матерью, которая была мачехой Али Амин. Эти 12 лет обучения были полны острых ощущений, приключений и ужасов. Али Амин жил на кладбищах, в горах, около рек. В эти годы его отец дал ему меч султана Бахлула Латхи согласно вещему сну, которой приснилось мальчику. А также он дал ему кольцо, которое принадлежало Сардару Бихраму Хану Латхи, деду султана Бахлулу Латхи. После того, как отец отдал эти вещи, он сказал, что он выполнил то, что от него требовалось. И теперь надо смотреть. В оба. В это время присутствовал наставник мальчика. И он начал что-то читать. И мальчик услышал. Для мальчика стали доноситься странные звуки. Там бегал табун лошадей, но ничего не было видно. Отец был счастлив. Учитель тоже. Он был другом детства отца. И он был рад, что мальчика признали. Все эти годы Али Амин был окружен строго охраной, что было очень важно. Учитель вскоре умер. В 1991 году. Али Амин остался один в это время. И он пропал на семь дней. Никто не знает, куда он шел. Но однажды он вернулся во дворец с лошадью. Там была всего одна лошадь, но люди слышали, как будто звук сотни лошадей. Все это несколько причин, по которым Али Амин всегда считался странной личностью. Наряду с религиозным образованием он также начал мирское образование. В 1979 году поступил в школу АПВА. Директором была мисс Дин, приехавшая из Лондона. А после нее директором стала мисс Насира Масуд, которая была женой доктора Масуда, хорошо известной личности штата Бахавалпур. Али Амин был одним из блестящих учеников. Его противники старались изо всех сил прикончить его, но по воле Аллаха он оставался в живых. Когда Али Амин окончил колледж, его отправили в Лондон для получения высшего образования. Он защитил докторскую диссертацию, но никогда не работал врачом. Он получил медицинское высшее образование. Его интересы были совершенно другими. В возрасте 13 лет мать оставила его одного и разошлась с отцом. Не развелась, а просто уехала в Савдусскую Аравию и жила там. Она тоже была врачом и предпочла карьеру сыну. Это стало большим потрясением для подростка, и он стал гораздо более одиноким, чем раньше. Теперь для его завистников был доступ до Али Амин. Они всегда приходили оскорблять его. Даже его несколько раз отравляли, но по милости Аллаха он оставался в живых. Он никогда не жаловался своему отцу, но его отец знал об этом. Он всегда говорил своему сыну одни и те же фразы. «Бог окажет тебе большое уважение. Враги ничего не смогут сделать. Однажды их не станет, но ты должен сделать многое в будущем». Враги пытались ставить препятствия на его пути. Что бы он ни выбрал, по какой бы дороге он ни хотел идти, везде. Но он выживал. Но он оказался хорошим администрацием. Его фермер, его сотрудники, его последователи, все хорошо относились к нему. И люди начали говорить о нем, что хотя он младший сын, но он способен взять на себя обязанности наследнего принца. Может быть, его отец хотел именно этого, чтобы люди заметили его способности, что он хороший администратор. Когда его сводные братья увидели, как отношение людей к нему стало меняться, напряжение нарастало. Он никогда не претендовал на коронного принца. Он был просто молчаливой личностью. Он просто делал свою работу, что ему давал отец. Его отец сначала отдал территорию в сотню мил в своей администрации, и он получил гораздо больший доход, чем в три раза, имея большие территории в своих сводных братьев. Поэтому страсти накалялись. Недовольство братьев постепенно становилось более острым, чем раньше. Однажды недовольные братья показали свою агрессию. Это было первый раз, когда братья перестали друг перед другом. Но отец отправил его в свой дворец и приказал не выходить, пока он сам не решит проблему. Но теперь спор между братьями стал публичным. Для общества открытым. Между братьями были две стычки при жизни отца. Каждую стычку Али Амин выигрывал. Столько людей пострадало из-за этого. Но он всегда прощал своих врагов. Братьев через год после второй стычки его отец умер в 2010 году. Али любил сочинять разные истории. Ему всегда было интересно писать. Он писал, а по вечерам его отец всегда читал то, что он написал. В 2003 году Али Амин поехал в Ташкент. И кто-то сказал ему, что должен сниматься в кино. Потому что у тебя есть задатки артиста. И он начал об этом думать. Потом снял фильм как сценарист и режиссер. И начал свою карьеру как писатель и продюсер. Но это всегда было его хобби. Он не относился к этому серьезно. И никогда не работал за деньги. Харизматичный Али Амин намного выделяется среди других своих братьев и сверстников. Это иногда становится причиной зависти, которую некоторые люди испытывают к нему. Али Амин проделал столько опытов в кинопроизводстве, о которых никто и не подозревал. Когда бросают вызов, Али Амин стремится к победе и добывается его. Из-за его требовательности среди людей распространилось мнение, что если кто-то хочет закончить свою карьеру, ему только стоит пойти работать с Али Амином Ладхи. И другое мнение заключается в том, что с ним нелегко работать. И если он выбирает кого-то, то это означает, что у этого человека определенно есть какое-то качество, которое отличает того от других. После смерти его отца адвокат объявил о завещании, где Али Амин Ладхи был указан наследним принцем. Это было как гром среди ясного дня для братьев. Даже Али Амин Ладхи сам не знал этого. Это было большим сюрпризом для всех. Тех, кто слишком громко выражал свое возмущение, выгнали оттуда. Дядя наследнего принца Али Амин Ладхи, принц Махдум Сардар Глам Мухайюддин, хан Ладхи, который был младшим братом его отца, объявил его наследним принцем и дал ему исполнительное кресло с королевским мечом и кольцом. Это вызвало огромное напряжение среди претендентов на титул крон-принца. Врагов Али Амин Ладхи стало больше, и он остался совсем один среди многочисленных врагов. Даже его 10 двоюродных братьев разделили это между усовицы. Пятеро было на его стороне, а пятеро стали на стороне противника. Всего через 6 месяцев между двоюродными братьями разразилась кровавая стычка. Наследний принц Али Амин Ладхи взял на себя ответственность за всех и вся, повел своих сторонников против противника. Противник был повержен, но он отнесся к ним по-братски и никого не оставил обездоленным. Он дал долю из имущества и наследства и попросил не выступать против него. Они дали обещание, что будут жить ему мирно. Спокойная жизнь продолжалась всего 3 года. За это время на территории Али Амин Ладхи были проведены перестройки по благоустройству населения. Но вдруг снова положение ухудшилось. Был обстрелен принц Али Амин Ладхи, когда он гулял по своим землям со своими гостями. Он был ранен, но Аллах спас его. Потом враги снова заняли святинью, так как они не думали, что он выживет. Но он выжил. Когда он поправился, они были в недоумении. После долгого времени люди снова увидели принца с княжескими качествами. Али Амин сделал им предложение решить вопрос за столом приговоров. Они согласились, но во время трапезы вероломно дали ему яд, который сильно подействовал на него. Али Амин Ладхи выжил, но столкнулся с очень большими проблемами со здоровьем, особенно с глазами. Затем противники попытались захватить дворец и другие земли. Но он, будучи не здоровым после отравления, столкнулся с ними в третьем сражении и победил их. Но из-за своего плохого здоровья он не смог сделать так, как хотел, поэтому вопрос о судьбе проигравшей стороны все еще остается нерешенным. Принцесса династии Хилжи и принцесса династии эликих моголов попытались воспользоваться этой ситуацией, и они также вели своих людей в эту битву. Но принц Али Амин Ладхи победил их всех и снова привел их к столу переговоров. Али Амин Ладхи – человек с характером, человек с особой харизмой. Он отличается от своих братьев демократичностью. Он не ставит стены между собой и народом. Али Амин Ладхи снимает фильмы и живет в своем собственном мире, но никогда не игнорирует свои обязанности наследнего принца. Люди со всего мира любят его и уважают за его скромность и дружелюбие. Он сторонник равенства и никогда не позволял никому чувствовать, что он превосходит других. История всегда будет помнить этого принца, который действительно является лучшим представителем своей династии. Ему еще предстоит пройти долгий путь. И да поможет ему Бог, и пусть Бог даст ему здоровье и все положительные энергии, чтобы делать все успешно, как он делал всегда. Люди ждут от него новых проектов, новых фильмов. Мы желаем успехов принцу Али Амин Ладхи в урегулировании разлада в семье. Желаем ему здоровья, удачи и личного счастья. Спасибо всем за внимание.